всем привет сегодня мы хотим вам рассказать о том что нужно сделать в первую очередь по приезду в польшу во первых связь решает все поэтому нужно купить сим-карту местную например мы взяли такую вот штукенцию плюс оператора почему его дофига и узнает зеленый цвет нравится купить его можно в любом продуктовом магазине жабка который работает 20 до 23 до 23 7 дней в неделю продается на кассе и обязательно надо ее активировать там же при покупке вот как был у нас то есть я ее прискакал в магазин схватил две карточки довольный побежал вместо прохождения карантина в надежде на то то что как в россии воткнем в сим в телефон и все это быстренько заработает хрен там вынимал я ее втыкал я ее там посмертные речи путина короче произносил там волшебные магические даже хотел с львовицей окропить не работает прочел мануал значит вот тут где-то где-то вот здесь есть надо разобраться да вот такая вот распашон очка прочел мануал и вычитал там то что ее нужно активировать либо в салонных связи либо в магазинах где купили посему для покупки вам потребуется паспорт и не забудьте ее активировать что касаемо связи ну сейчас трудно сравнивать во первых прошло времени довольно таки немного как мы пользуемся этими симками по связи ну связь отличная собеседника претензий нет интернет бешеная скорость по стоимости безлимитка за 30 злотых в месяц и на разговоры и на смс и если 30 злотых платишь 15 гигабайт там вроде бы как сверху бонусом значит со связью мы разобрались смотрите решайте ну я думаю во многих местах локации предоставляется свой вай-фай это тоже большой плюс и связь тоже интернет хорош но речь не о вай-фай не о многих местах это мы расскажем отдельно что нужно еще современному человеку нужна карточка и счет в банке для чего я думаю не стоит вам объяснять ну то есть это отсутствие во первых налички в карманах чтобы не таскать с собой рюкзачок с грошеками там со злотами не получать сдачу при расплате ну опять же той же наличкой вот удобно все через приложение либо карты бесконтактные платежи и прочее 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 второй момент наличие этой карты соответственно ведение вашего учета куда вы потратили сколько вы потратили то есть если даже у вас возникнут вопросы это все можно отследить ну и в третьих при возникновении каких-то вопросов там в ужондах в банках в прочих местах вы можете сказать то что не просто так жгете воздух польши чистый приобретаете товары пользуетесь услугами то есть у вас будет детальная выписка по вашему конту счету вот как мы его открыли где этот счет открыли мы в банке польши это крупный банк это название такое ПКО ПКО это аналог Сбербанка России то есть крупнейший банк Польши имеющий старую историю вот и при открытии счета не требуется каких-то пакета документов огромного то есть нужен загранпаспорт нужен ПЕСЭЛЬ нужен ИНН если нет ПЕСЭЛЯ ну желательно сделать ПЕСЭЛЬ изначально про него попозже даже не нужно по моему договора на аренду помещения да договора аренды не надо достаточно просто назвать адрес по которому вы находитесь проживаете и через три дня после заключения договора с банком вам туда придут карты вот такие как все было то есть польского языка мы не знаем абсолютно зашли в отделение банка ПКО подошли к окошечку приемному пани поняла что мы иностранцы начала с нами вести диалог предельно простыми фразами и медленно чтобы до нас лучше дошел смысл предъявили свои документы назвали адрес она нам дала маленькую бумажку там что-то уточнили письменно написали что да адрес такой-то вот у меня и Ольги в транскрипции имя фамилия там так-то так-то пишется ну и все там контрольные вопросы какие-то то есть пани сама заполнила все документы требующиеся дала нам на подпись договор объяснил правила пользования карточкой а они такие то что выпуск карты бесплатно если по карте проходит пять любых транзакций в месяц то за обслуживание тоже денег не берут и снятие наличных в любом банкомате Польши то же самое идет без процентов с карты вроде бы все да да и не нужно даже нигде ничего снимать по идее снимать не надо единственное единственное место где нужна готовка готовка так называемая наличка это я нашел место где покупать табак вот они почему-то готовку берут только на рынке а да на рынке еще на рынке теперь давайте расскажу про Песель Песель это переводится как социальное страхование это брат-близнец ИНН там российского украинского я не знаю есть в Украине ИНН есть дефекционный код персональный да ну вот в общем грубо говоря что жизнь в Польше без наличия этого Песеля как бы немыслимо он требуется в банках он требуется при посещении больниц поликлиник и даже при некоторых там покупках в интернете что нужно сделать чтобы его получить то есть вы должны иметь паспорт загран ну естественно вы с ним приехали ввели бы визу либо карту побыта и договоров найма жилья либо приобретение жилья вот с этими тремя вещами надо идти в Ужонт в управу района где вы будете там проживать вот и скажем так подавать документы на мельдование так называемой прописку касаемо этой прописки узнавайте у владельца жилья который вам сдает либо там где вы будете его снимать что они не возражают против вашего мельдования на этой жилплощади иначе могут быть проблемы еще на что хочу обратить внимание то что также интересуетесь у владельца вот этого жилья как обстоят дела с получением Песеля и с мельдованием в конкретном Ужонде Ужонды тут распределены по районам вот в частности Варшавы и отличаются друг от друга там своими скажем так требованиями есть Ужонды где нужно там чуть ли не хозяина квартиры тащить туда и там личная подпись там какие-то повышенные требования к документации но в принципе мы этот вопрос как-то решили как бланки еще могут отличаться да в каждом Ужонде даже сами рекомендую то что не берите в интернете а приезжайте и посмотрите какие бланки то есть бланк лучше взять в Ужонде для заполнения либо вы качнете его с интернета заполните а он не подходит для конкретного Ужонда как это все дело должно происходить то есть вот документы вы собрали едете в Ужон там стоят электронные эти очередиаторы которые дают вам номер в очереди все значит берете бумажку ждете очереди подходите отдаете документы там пани уже ничко все сделает сейчас этот вирус по всей Польше вот эти вот нумераторы не работают поэтому живая очередь мы приехали значит нас выслушали зачем мы туда приехали спросили вы записывались мы говорим нет не записывались ну тогда вот нате вам телефон запишитесь и приезжайте я говорю ну так мы сейчас Ольга сказала то что мы сейчас если выйдем позвоним и на час запишемся нет все у нас календарик по этим датам вот посему взяли телефон взяли бланки записались на четверг следующей неделе ну и поехали дальше все ваши операции бесплатны то есть ни за что не берется денег занимает минимум времени все это делается самостоятельно не надо пользоваться услугами никаких агентств дабы опять же не потерять не времени деньги все предельно просто и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Всем пока Пока